Друзья, это конечно не бенефит Елена Александровича, но что там в этом роде? Дело в том, что ей скоро защищаться в марте, она уже в марте будет почти кандидатом наук, а что будет дальше, как бы не получилось ничего. Ну даже как Сергей Жилин, диплом получил и на кран работать. То есть специалисты нам пока в стране не нужны. Есть 40 обработок, если беленый, то фруктов идет с запада. Смотрим, что получится. Я еще покажу вот эту фотографию. Знаете, я раньше думал, дело в том, что сейчас я одна женщина вспомнила, я вынужден начать вот именно таким образом. Раньше считал, или красивые или умные женщины. Оказывается, нет. Бывают и исключения из правил. Вот я написал, признать для наука. Беспокоить за ее будущее. Вот. Почему? Таким людям сразу надо давать простор. Такой простор. Пройти все ступени. Это как раз к 70 годам. Академик, ура. Вот. А все, что этого предшествует, это все в стране ничего не дает, как правило. Вот получил еще одно диплом. Я ее поздравил с дипломом. Но дело в том, что у меня есть любимая ее поговорка. Это меня, у которого около сотни таких бумаг за жизнь. И я в таких случаях говорю. Есть такое выражение. Помните, из пенокомедии. Лучше вот деньгами. Савидич. Присылать мне письмо. Определенный уровень сахара. Содержание витамина С. Сухое униситство. Кислотность. Содержание каротина. В Академике Байкера. Левский поздний Филиппева. Если нужна информация, предоставлю. Нужна. Сейчас объясню, почему. Так, еще, Лена. Прошлые годы те же показатели у сортов. Амур, Десятный, Рыжий, Серафима, Прикос Бородича, Фаидан, Тихоатарийский. Вот мне интересно. Все это выйдет, строите. Сейчас объясню, почему. Объясняю для тех, кому это может быть правда интересно. Знаете, берут фальшивые, лживые плодопитомники, якобы плодопитомники. Вот. Я их не одну сотню знаю, и у них так. И фотографии есть. Ну, Саренцев. А взрослого сада ни одной, ни единой. Как они умудряются с Саренцевой растить, до сих пор не знаю. И вот, вот смотрите, я беру, и там очередное название, очередной сорт, якобы. Им все это вот переводится. А я уже знаю, этого сорта у них нет. А даты есть. Я не хочу быть на них похожи, поэтому и на саду. Будьте добры, мне эти даты предоставки. А я вставлю в каталог. Очень-очень дата. Я просто удивляюсь, что вы это успели сделать. Болели, да? Все, что вы видите, это халтура. Вот это все из пальца. Да, это почему. В графе моей я что-то покажу. Вот это вот тоже интересная вещь. Значит, это блогер берет интервью у человека, который торгует санцами персика. Персики-бурщины, я смотрю, да? Мне, правда, протекает. Ну, как я проверю? Как умудриться взять так называемый интервью? Есть и не название этих сортов, не название этого самого. Орца этой организации. Ни фамилии его, ничего нет. Ну, как так? Вот. Посмотрел слева внизу, видите? Только в следе, что только сейчас туда вставили. Ну, нет. Они зацветают. Значит, их могли в детских местах раньше поставить, засыпать. И якобы они вырастут в этих горшках. Не верю. В горшках такие, как правило, не растут. Ну, допустим, в горшках. Ладно, уговорили. Откуда травишки? Вдруг выясняются слова есть такие. Из Мичеринска. Когда я... А, и Персик Уральский, кстати. Вот особый разговор. Он пошел, Персик. Теперь доберите Персик Уральского. Вы знаете, о нем уже все знают. Персик минус 42. Таких Персиков минус 42 нет на планете не того. А крупный питомник или торгует. Понимаете? Вот это момент. Вот эти персики момент. Якобы свечуешь. Тогда я вставились. Она мне отвечает. Видела персиковую плантацию. Пландасящие. Фото могу подобрать. Уже не сегодня. Ближе к выходу. Сделаю подборку. Ну, ребята, вам же нужнее персик, который не завязает вообще? Вот яблони заберзут, минус 40. Абрикосы заберзут. Сливы заберзут. Пивцы заберзут. Все заберзут. А Персик, видите, он не завязает. Вот не завязает и все. Тогда я читаю дальше. В нескольких огромных садах питомников была. Фото есть. За абрикосы, яблони, груши, череса. То, что могу ответить. Фото есть. На плантастях, плантастях, череса была, пробовала. А уж яблони и груши, тем более. Если действительно там берут яблона, то можно верить. Но опять же, мне гарантия, что точно оттуда. То есть ничего мы с вами не знаем. Вот это я хотел отметить. Потому что, настоящая правда, скрыта. Вот эту фотографию я дошел вчера. Это персик. Не персик. Видите, как легко спутать. Это абрикос, бичунический, который я увеличил два раза. Что гробовые плоды. Вот просто так получилось. И что я сделал? Я решил, когда вот, видишь, что кругом вот одна сплошная трубта, а настоящая сады в моих друзей. Вот сложилось так, что настоящая сады почти все, и больше почти нигде, только в моих друзей. Дед, есть сады еще, но лучшая сады России в моих друзей. Я решил еще раз о них напомнить. Почему? Сейчас поймете. Вот. Вот эта вот команда моя любимая. Отвешусь с огромным удовольствием. С огромным уважением. Это челябинцы. Вот. Видите? Вот. Долбатого, видите? Волшебник. Вот. Саша Петров, волшебник. Ну, Железов. Кота к себе. В центре Иванова, Люда, волшебница. И в центре Царшего Небесного, вот, Латинков. Это вообще, вот, нет, уже не волшебник. Какой он волшебник? Он гений. Вот. И я вынужден горько написать, что гении долго не живут. Почему я начал с пролучив садовода в России? Сейчас я вам объясню пример. Вот. Я живу, благодаря вот таким вот. Дело в том, что я был подвергнут страшной критике, и у меня почти был инфаркт. Бессонная ночь трясло. Страшная критика. Вот. От моего имени, от моего имени, был оскорблен Курнева. Ну, в двух фильмах вроде разобрался, так. Поэтому больше туда не полезем. Но были там и вот такие, были там и вот такие. Спасибо, Валерий Константинович, вы активны, заботы, вы знаток. Вот. Это меня и спасает. Теперь дальше. Сейчас, так как много новичков, а я решил такими порциями знакомить с лучшими друзьями. И знатоками, и садоводами, волшебниками. Да, находятся над колдунами. Не зря же меня и Латинкова назвали шамадами. То ли гордиться, то ли обижаться. Это было сказано в трибуны съезда садоводов России. Уже сама честь, что с трибуны один из самых гениальных садоводов России назвал Железова-Латинкова шамадами, это уже честь. Согласно? А других и такого не скажут. И вот тогда я вот такие, я перебежал. Итак, очень важное наблюдение, которое должно войти в книги. Извините, а это дальше немножко пара нудных, 3-5 нудных минут. Вот так рождался очередной сад, который тоже становится легендой. Почему? 15-й год. В 17-м году здесь картошка росла. Мерда нет, видите? Вот, траву всё, это самое, скосили, взяли, нацепили этот самый. Тут была жёсткая такая трава. Нацепили диск, жёсткий диск, да, это, да, без закосов. Вот она, ведь, вот в конце гора. Трава, вот она всё там. А здесь получился чистый нёрд. Посадка по железному. Вот она, так. Ну, а сейчас я покажу, какое это будет наблюдение. Ценнейшая, одна из самых ценных в моей жизни. Надеюсь, и в вашей. Это просто чудо. Одно из, нескольких, десятков, которое полностью опровергает официальную науку. Подчеркиваю, не то, что там дома шло, не то, что один говорит так, второй, третий, так нет. Оно опровергает официальную науку. Поехали. Величайшая открытка. Видели, да? Что было дальше? А дальше было так. Сергей Зелезов раскатал губу, да, в междуряде. Деваться было некуда, садить было нечего. И вот здесь, ну, ширина где-то метр-полтора, все это было раскопано, и были посажены саженцы. Тусенцы, то есть с косточек, значит. С семечек, с косточек, вот так вот. Доль тут ряд, доль тут ряд, тут, 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 тут. Вот. И вот это позволило мне сделать величайшее наблюдение. Подчеркиваю, величайшее. Это я, ну, многие из вас, наверное, знают, новички-то не знают. Смотрите. Ежели за вам сколько раз говорил. На моих абрикосах, в самые жаркие, засушливые, дикие года, в самые мокрые, холодные, дождливые тоже, никогда на абрикосах не было, нет, и, надеюсь, никогда не будет, тлини. И вот единственный случай тлини... А, еще я говорю про груши. Так нет. Это где вообще? Там, ну, видишь, не может быть, иногда чуть-чуть, редко-редко. А здесь десятилетие ни одной тлинки, и это уже опровергает то, что мы не можем справиться с целью без этих бесконечных опрыскиваний. Так? Что я опрыскиваю, когда у меня просто нет? Помните, я подчеркнул? Много лет и одной капли яду. И вдруг... Ну, я тебе тоже не опрыскал тут. Это не такой смертельный случай. Но сам факт появления тлини на абрикосах. Сказать, почему она? А, и на грушах. Ну, на яблонях автоматически. Вот она. Только я от яблони тоже никогда не опрыскал. Обычно верхушки прихватывают. Почему? Чем здоровее дерево, тем оно лучше защищает само себя. Нет на нем ран. Вот. Оно практически в защите не нуждается. Даже яблонь. Вот. И тогда получается следующее. Прогруши. Вот они, да. Вот она. То же самое я говорил про груши. Вспомнили? Извините, долго говорю. Что вы видите? Проходит полгода. Еще раз. Единственный год черный пар. Вот он. И, заметьте, вот видите внимательно. Вот это мое, а вот Сережина. Вот они. А вот она Сережина, а вот мое. Нету чего? Правильно. Нету муравейников. А муравьи без муравейников не живут, если вы в курсе. Значит, здесь с помощью вот этой вот перекопки почвы. По неволе. Вот видите, черное светится. Черное. Черное. Согласны, нет? Вот. Здесь были уничтожены все муравейники. И вдруг тля. Вот это все встало на свои места. Нет дерда. Нет муравьев, зато и тля. Поняли? И наоборот. Есть дерд. Е-3. Ну, максимум муравьев. Вот там, где дерд, там муравьев береды. Сами знаете. Как так было случиться? Это важнейшее открытие, ребята. Почву перекапывать нельзя. Нельзя, 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 нельзя. Вот тогда в настоящем саду. Почему здесь? Как ты такое допустил? А нам государство, это, Сергей поехал в Шушинское. Меня ведает, вот так сказали. Образно. Кукиш. Вот. Вот так и теснился. Колечек, деревья. Ради это нормально. Чтобы единственный случай, за 40 лет у меня на абрикосе, ну, пусть там первый год-два мне не было абрикосов, пусть за 36, за 37 лет у меня не было ни одной тридки. А это считается, тля считается вездесущей. Почему? Стоит искалечить дерево, да, тут как тут. Вот это имейте в виду. Поэтому не калечим ни почву, и не калечим деревья. Вот это я беру в виду. Вот. Это одно из величайших открытий. Это доказательство того, что нельзя в садах перекапывать почву. А другие считают, что это обязательно, и они не знают, что без муравьев это уже не сад. Без муравьев. А я здесь еще... Ой, да сколько раз я вам показывал, где муравьев, там нет ни одной дырки на дереве. Вот. Ну, дальше. Это мои черепки. Почему я их показал? И вот еще. Да потому что дима уже несколько закончилось, несколько заканчивается. Сейчас только мне заканчивается, кто сам Олег Мезина, помнишь, такого мерка. Чтобы все свекольные нет ни одной. Да я сам мечтал о свекольной. О таком дереве. А теперь нету. Видите как. Еще несколько дней, еще пару не будет, еще несколько дней, еще. И через месяц у меня будут сорта, но половины не будет точно. Хотите, заказывайте сейчас. Каталог пополнился со мной, Сарады. И кто заказывал самые первые. Сергей еще тогда не нарезал. Я не мог всю коллекцию собрать. Теперь вот нарезал. Теперь я пополнил каталог. Но с этого дня, вот я же говорю, свекольная закончилась. Вот начинает буквально испаряться. Вот. И впереди, я потом забуду сказать, впереди практичные времена. Я всегда удивляюсь и с ужасом жду новогодних подарков. Я никогда не говорю, сделайте то, сделайте то. Я знаю, что большинство этих подарков мне будет абсолютно не надо. Это будут выброшенные деньги. У меня там несколько подтяжек лежит уже лет 20-30. У меня несколько этих самых ремней лежит. Вот. У меня несколько галстуков лежит. А я не одеваю ни один. Ну, например, Путину я бы одевал, куда бы я делся. Ну, как-то забывают пригласить. А получается, что это выброшенные деньги и такая забота, но не та. А я вам говорю, садоводы должны получать подарки, которые вернутся с тарицей. Заказал, помог ему. Сейчас. А, я говорю, не случайно. Три человека последние. Один заказал косточки, один чередки и один нож привычный. Во-во-во-во. Это я даже не сообразил. Это не для себя. А, значит, это и были подарки новогодние. Ну, мало. Вот. Книжки никто не заказал. Нет, одну книгу заказали. Спасибо. Вот. Но это себе. Сам себе подарок. Итак, книжки, ножи. Вот заметьте, не галстуки, не галстуки. Самые саженцы, чередки. Так. И это всё можно. А потом косточки вырастут. А как у людей растут, я показывал. Это обернётся едино-кратно. Тысячекратно. Вот она, косточка, 20-25 рублей. А потом 100 вёдер. Посчитайте. Тысячекратно. И, сами понимаете, это должно быть не так, как, помните, 27 февраля. Знаете, как обозвали? Со смехом. Знаете, как? Нет, не день защитник коротства. Нет. Его обозвали. Ну, вспоминайте. Его обозвали. День, это, крема для бритья. Вот теперь думайте, что дарить. Никому не нужны вещи или вот эти чудеса. Идём дальше. Я уже про это говорил. Жалко в костёр. Даже верхняя часть длинных-длинных веток представляет огромную ценность. Идём дальше. Опять же, сколько раз я говорил. Не продаю. Если я что-то делаю, то всё делаю от души. И в этот момент я сейчас скажу одну новость. Потому что я думал, я самый щедрый, самый благородный. Нет. Итак, передо мной Данда Громова, Тамара Дмитриевна. Город Тюбек. Присылает 10 тысяч. Изводит мне. Говорит, как-то 70 подарки. Разделяйте. Я растерялся. А кому-то вы имеете в виду. Вот. Она говорит. Савинец Елена Александровна. Наша красавица. Представляете? Вот. Ну, вы знаете, кто такая Савинец, нет? Ещё раз. Полюбовься. Самая умная блондинка России. Имею я право так сказать? Савинец. Нет, не так. Есть, наверное, такие же умные, но умные уже нет. Вот. И так тысячу рублей высылаю. Елена Александровна. Вот вам подарок. Из Тюбени. Отгробовать Тамара. Это ещё не всё. А, я ей тут же. Тамара, немедленно. Сейчас высылаю книги, диски, косточки. Всё. А не надо. Уже всё у вас забрала. И книги, и диски, косточки. Всё-всё-всё-всё. Вот. Я говорю, ладно. Ещё кому? Десять тысяч делим. Хороший пёрок, верно? Она говорит. К сыну Серёже. Ладно, думаю. Ещё тысяча. Так. Ещё кому? Она говорит. А ваша внучка. Почему он перестал попадаться на это? Ага, думаю. Где-то у меня внучак. Вот он. Всё. А это не я. Это Тамара. Вот так. Тимофей Николаевич. Тебе подарок тысяч рублей. А остальные? Я себя-то не имею в виду. А остальные? Деньги. Она, знаешь, что сказала? Он столько могу с ней ходит. Ну, я быстро посчитал. Ну, вообще-то их больше десяти. Я говорю, а можно я по 500 рублей? Она говорит, да что вы хотите делайте? Так, всё. Тамара, спасибо. Вот действительно, знаете, какой у меня среди подняли? Я отключил телефон и прослезился. Понимаете? Я не самый крутой, получается. Вот. Я всегда стараюсь быть первым во всём. Ну, не получается. Тамара меня обошла. Вот. Учитывая возраст, пенсию, она меня обошла.